Я совершенно уверен, что настал час принципиально новых идей, и базовый доход намного лучше еще одной стратегии, придуманной политиками. А еще это полное переосмысление того, что такое работа на самом деле. В данном случае, это поможет не только бедным, но и всем нам. Сегодня миллионы людей ощущают, что их работа не так уж полезна или значительна. Недавний опрос 230 тысяч работающих людей в 142 странах показал, что только 13% опрошенных действительно любят свою работу. А после другого соцопроса стало понятно, что 37% трудящихся Британии занимают должность, которой, по их мнению, и быть-то не должно. Прямо как в бойцовском клубе, где Брэд Питт сказал, мы ходим на работу, которую ненавидим, чтобы купить то, что нам не нужно. Поймите меня правильно, я говорю не об учителях, мусорщиках и тех, кто ухаживает за людьми. Если они перестанут работать, возникнут проблемы. Я говорю о высокооплачиваемых профессионалах с прекрасными резюме, которые работают стратегическими транзакторами при встречах, где они продумывают величину добавочной стоимости из-за неорганизованного сотрудничества в сетевом обществе. Или делая что-то вроде того. Снова представьте, сколько талантов пропадают, так как мы говорим детям, что они должны зарабатывать на жизнь. Или вспомните, как несколько лет назад гений математики, работающий в Фейсбуке, сетовал, лучшие умы моего поколения думают о том, как заставить людей кликать на рекламное объявление. Я историк. Если история чему-то нас и учит, так это тому, что все может быть по-другому. Нет ничего, что нельзя было бы изменить в том, как сегодня построены общество и экономика. Идеи могут менять мир, и они это делают. Думаю, особенно в последние несколько лет стало совершенно очевидно, что мы не можем держаться за статус-кво. Нам нужны новые концепции. Знаю, многие из вас могут пессимистически относиться к будущему из-за роста недовольства, ксенофобии и изменения климата. Но недостаточно знать, что нам не нравится, нужно еще и понимать, чего мы хотим. Мартин Лютер Кинг не говорил, у меня есть кошмар. У него была мечта. Так что... Вот о чем я мечтаю. Я верю в будущее, где ценность работы определяется не размером зарплаты, а количеством счастья, которое вы несете в мир, смыслом, который вы несете. Я верю в будущее, где цель образования подготовить вас не к очередной бесполезной работе, а к тому, чтобы вы хорошо прожили жизнь. Я верю в будущее, где жизнь без нищеты не привилегия, а право, которого мы все заслуживаем. И вот мы здесь. Вот мы здесь. У нас есть проведенные исследования, есть доказательства и инструменты. Прошло более 500 лет с момента, как Томас Морн писал о базовом доходе, и 100 лет после того, как Джордж Орвелл раскрыл истинную природу бедности. Нам всем нужно изменить свое мировоззрение, потому что нищета не бесхарактерность. Нищета – это отсутствие денег. Спасибо.